Приветствуем вас на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня». Можно начать? Да, можно. Все, переобразить, много роли. Вот, и слово это дело. Значит, дорогие друзья, можно вас приветствовать. Вот, пресс-конференция у нас приурочена к созданию фильма о последнем государе-императоре Николая II. Фильм был создан мною, я являюсь автором и режиссером данного фильма. Приурочен он был событием столетий давности. На самом деле, фильм о тебе это всего лишь повод. Вот, повод для того, чтобы разобраться, кем на самом деле был последний государь-император, всероссийский Николай II. В 17 июля сего года у меня была организована пресс-конференция в городе Екатеринбурге после крестного хода, где я на Интерфаксе, где я сообщил о том, что мною принято решение о создании фильма. Назвал я его для того, чтобы привлечь в СМИ ложь Матильды, только для того, чтобы пришли журналисты. Но, конечно, с самого начала я понимал, что название будет иным. Матильды не заслуживает того, чтобы оставить память данным. Вот, поэтому у фильма было три ключевых момента. Первое, в фильме были для привлечения людей нецеркнуто. То есть люди церковные, верующие знают, кем государь является на самом деле. То есть это оболданный человек, и все мы, к сожалению, верили. Я учился в советской школе, то есть я тоже верил, что государь был слабохарактерный человек, проигравший две войны. Но с возрастом, обучаясь в ВУЗе, интересуясь, я имел доступ к архивам. И с удивлением обнаружил, что то, что нам преподавали в школе и в институте, не совпадает с тем, что я имел возможность читать в архивах. И таким образом я пришел и через государя, и к православию, и я не был в тот момент крещеным. Мое желание с того времени, это был 98-й год, у меня возникло твердое желание, у меня такое обостренное чувство всегда справедливости, когда кого-то незаслуженно унижают или оскорбляют, не всегда хочется этих людей очистить от грязи. Вот с того времени, на протяжении, можно, 19 лет, у меня было желание имя святого царя очистить от той клеветы и скверны, которая за 100 лет, к сожалению, у нас накопилась. Благодаря фильму «Матильда», можно сказать, что Алексей – учитель, я благодарен по-своему, он создал такой серьезный информационный повод, когда люди сейчас хотят разобраться, и он же являлся царь-батюшка. 17 июля мною, это было после пресс-конференции, принято решение создания фильма, и было три линии в фильме. Первая линия – это известные историки, не менее это кандидаты исторических наук, доктора исторических наук, в том числе Владимир Лавров принял участие в фильме. Почему? Потому что люди не церковные, для них авторитетные, безусловно, чтобы это люди были не просто историки, а члены РАН, люди заслуженные, чье мнение для них будет важно. И разбирались все основные мифы. Это наряду с мифом о том, что у государя не было никаких доброчных отношений. Все остальные мифы – это слабохарактерный, кровавый, проиграл две войны и так далее. Вторая линия была – это люди известные, то есть чье мнение является авторитетным, и которые также, как и я, разобрались в личности государя. То есть Федор Лемьяненко, наш прославленный спортсмен, Федор Конюхов, наш известный путешественник, Ильза Лиепа приняла участие. Сегодня с ними ролики, не ролики, а видеообращения, взятые из фильма, они будут сегодня представлены на пресс-конференции. Кроме этого, очень важный момент, и сейчас он на самом деле очень актуален в свете последних событий – это выступление Владыки Тихона Шевкунова о ритуальном убийстве. В конце фильма Юрий Воробьевский, который тоже посвятил много лет в этой теме, разбирает все-таки, мы этой темой, понимаете, в Екатеринбурге живем. То есть нам тема государя – это именно русская Голгофа Екатеринбург. И насколько, допустим, все остальные… России не столь интересно, да, события 17-го, 18-го года, последние полтора года жизни государя, мы, вот верующие люди, про верующих людей, и не только верующие, вот люди, которые интересуются историей, мы действительно как-то по-другому ощущаем последнего русского царя. И, значит, записав известных людей, я твердо вижу и твердо верю в следующее, что фильм вышел у меня 8-го октября на преподобного Сергея Радонежского. Насколько фильм «Матильду поливаю сейчас грязью», даже те, кто его поддерживал, Юрий Крымов очень нелицеприятно высказался, я смотрел передачу с Дмитрием Пучковым, Гоблином, я ему тоже давал интервью, мы с ним знакомы, я знаю его позицию по личности, государя-оператора Николая Второго, и даже он сделал две передачи с историками, где фильм просто в пуху праху располитиковал. Так вот, насколько профессионален у нас Алексей Учитель, человек, имеющий образование, светское, да, он профессионал-режиссер, потративший полтора миллиарда рублей бюджетных средств на создание своего фильма. Настолько я себя режиссером, ну, я честно говорю, я себя не могу назвать режиссером, он меня называет режиссером-журналистом, у меня язык не поворачивается. Но создав фильм, на сегодняшний день, даже телеканал «Дочь» журналисты, ну, они, конечно, не в эфире это сказали, но вот так они у меня брали интервью, они мне сказали, что на них фильм произвел большое впечатление. На сегодняшний день в интернете, я, наверное, от человека, который в социальных сетях продвигает фильм, посмотрел полмиллиона человек. В принципе, это больше, чем, я сейчас не знаю точную цифру по Матильге в кинотеатрах, его уже официально пока не показывают, слава богу, по телевидению нигде, но у меня, как бы, два раза больше посмотрел мой фильм, чем у меня, потому что не было такой кинотеатр. И вот ни одного плохого отзыва по моему фильму нет. Ответ предельно простой. Я это говорю совершенно искренне, я человек верующий, и у меня нет двойных стандартов, знаете, вот здесь я верующий, вот здесь я неверующий. Поэтому, как человек верующий, я могу совершенно точно сказать, что своим умом я такой фильм создать не играть смог. Я явно чувствовал, что через меня творит Господь. У меня просто не хватило ни знаний, я никогда не делал фильмы вот такого уровня. Вот и сегодняшний день ни одного плохого отзыва по фильму нет. Завтра у нас будет, мы всех вас приглашаем, завтра у нас будет закрытый предъятный показ в кинотеатре «Овтябрь» в 19.00, значит, в 19.00, в четвертый зал, в четвертый зал, вот, приглашаю, то есть, цель данного показа у меня предельно проста, у меня задача, чтобы СМИ, то есть, вы, посмотрев данный фильм, дали свою оценку. Оценку фильму дали уральские СМИ, в Москве пока молчание, тема стоит на стопе. Тяжело в Москве, непросто дается, но я в свое время понял, почему потребовался минимум с пожарским, вот, видимо, ничего не изменилось за эти несколько веков, Москва спит, но, вот, мы такие упертые, что, думаю, пробудем и братьев москвичей. Я хотел передать слово, давайте, давайте помогаем сюда, действительно, вот, Владимиру Лаврову, значит, вы представьте сами все свои застыли, скажем, я, да, я его немножко упущу, вот. Русский историк, достаточно. Доктор исторических наук, что я, да? Чисто исторически, нет никаких данных о том, чтобы Николай II прелюбодействовал, изменял свои супруги. Это просто невозможно. Все сохранившиеся документы, письма, кстати, письма опубликованы, есть замечательное издание 1998 года Николая и Александра, жизнь и любовь. Вот каждый может посмотреть. Вот такие отношения, такая любовь, что измена ни с одной стороны, ни с другой была просто невозможна. Все бы, все бы рухнуло. И здесь нужно сказать и о родителях, об Александре Третим, Марии Федоровне. Они тоже друг друга не изменяли всю жизнь. То есть, причем, Мария Федоровна была первой, единственной женщиной в жизни императора Александра Третьего. И, естественно, Александр Третий был первым и единственным. И для Николая II его отец был примером образцу. То есть, надо понимать, вот, что это за семья, как они жили. И обвинение в этом фильме в прелюбодеянии, это, конечно, клевета, клевета на русского святого. Это, безусловно, не соответствует действительности. Что касается того, что было до брака, то в Москве в архиве хранится дневник Матильды Феликсовны Кшесинской. Она там черным по белому пишет, что я хотела интимной близости, но добиться ее не смогла. Вот это свидетельство самой Матильды. Вот так. Так что, что еще нужно? Причем, очень многое в этом фильме, вот помимо этого, помимо вот этой канвы, стержня клеветнического, многое является клеветой на саму Россию. Ну, например, корона с Николаем Второго во время коронации не падала. Есть множество воспоминаний о том, как проходила коронация в Успенском соборе Московского Кремля, как корона не падала. Никто не мог ударить по лицу наследника, но это было просто исключено. Офицер не мог, никто не мог. Если бы такое произошло, то человек бы стал, как сейчас говорят, нерукопожарным. Застрелился бы в тот же день. То есть, учитель, якобы учитель, современное хамство, советское хамство, переносит в XIX век. Не могло такого быть. И Александр Третий показан как сводник. Опять же, не могло такого быть. Слова императора Александра Третьего, что сто лет до меня все государи жили с балеринами. Но это, опять же, аморальная фантазия якобы учителя. Значит, по учителю выходит, по его тексту, что с балериной жила даже Екатерина Великая. Ну, чепуха, смешно. Но одновременно это клевета и на Екатерину Великую, и на Павла Первого, и на Николая Первого, и на Александра Второго. Это все доказывается. Но не было этого. Показано, что святая Александра Федоровна колдует, хочет зарезать Матильду. Ну, продолжатели всей истории, и Древней Руси, и Московского царства, и Российской империи, всей. Вот если мы так себя осознаем, у нас есть будущее. Если мы так не осознаем, мы непонятно кто. Мы придем к тому, что мы окажемся какой-то вот просто территорией провинции Запада, мусульманской провинции, китайской провинции, не знаю что. Но вот без осознания, кто мы такие, что мы продолжатели, и без осознания того, что семья святых царственных страстотерпцев – это символ семьи, символ русской семьи. Ведь смотрите, в результате Октябрьской революции уничтожена семья. Старую семью ругали, говорили, что создадим новую, новую не создали, старую разрушили. У нас сейчас по официальной статистике 92% разбудок. 92%. Как результат у русской нации смертность на 20% превышает грождаемость. То есть можно посчитать, чего мы можем добиться и каким геополитическим последствиям это может привести. И вот на эту катастрофу работает фильм. Вот опорочить семью, замечательную семью. На самом-то деле нужно снимать фильм об удивительной, романтичной, сложной любви Николая Александровича и Алекс, Александры Федоровны. Вот как они друг друга полюбили, когда... Ну буквально вот ему было 16, ей 12, когда они впервые встретились в 1884 году. И вот опять же исторические источники. Что вот в тот же день, в день встречи, Алекс, будущая Александра Федоровна, приехала в Петербург на свадьбу старшей сестры Эллы, будущей тоже святой Елизаветы Федоровны. Вот в тот же день Николай Александрович пишет в своем дневнике, что на торжественном обеде в честь приехавших сидел рядом с маленькой Алекс. Алексу очень понравилось, Элла понравилась еще больше. Вот такая запись в дневнике. Через несколько дней читаем в дневнике Николая Александровича «Гулялся Алекс в Петергофе, зашли во дворец, камнем перстня Алекс на окне, выцарапали на стекле, выцарапали Николая плюс Алекс равняется любовью». Вот через несколько дней. И опять же, вот насколько я помню, 30 мая 1884 года, запись в дневнике Николая Александровича «Мы любим друг друга». То есть вот и источники исторические показывают, что любовь была с первого взгляда. Это была замечательная любовь, это был трудный путь друг к другу. И с одной стороны они были счастливы, и даже вот как в сказке умирали в один день, но мы знаем, какая это была трагическая гибель. И я вот как преподаватель сталкиваюсь с тем, что студенты, даже в обычном светском вузе, с огромным интересом слушают историю любви Николая Александровича, Александры Федоровны. Ребята, в основном неверующие ребята и девушки, с самыми разными взглядами, но все хотят, чтобы была бы в их жизни настоящая любовь. Все понимают, что при этом без сложностей, без испытаний не обойтись. А вот тут это все везде, это на самом деле, это по документам, по письмам. Все это сохранилось. И это может и должно воспитывать крепкую семью в нашей стороне, многодетную семью. И вот тут такая провокация. Ну что тут скажешь? И вообще то, что мы здесь вот собрались, это нужно прежде всего нам. Николай II и его семья канонизированы, они святые, но нам нужно понять, кто мы, с кем мы. Вообще мы, то, что делает якобы учитель, он продолжает вот эту традицию советской клеветы. Потому что Николай II это один из самых, или даже самый оболганный государь, очерненный в нашей истории. Только сейчас вот людям открывается, что вот к этим годовщинам, прежде всего, к столетию убиения, это отвратительно, это ужасно, это значит, что совести у человека нет. Вот он натворит это черное дело. А нам потом все это расхлебывает, доноси до людей, что было на самом деле. Потому что приходится сталкиваться с тем, что документы люди все-таки не смотрят, не читают, да и не должны все быть историками. А фильм-то посмотрят многие. А если по телевидению еще, не дай бог, это же по телевидению миллионы, наверное, десятки миллионов. И бывает так, что люди воспринимают как правду то, что показано именно в кино, по телевидению. Не историков слушают, не дневники читают, а вот воспринимают картинку. А картинка, она вот такая цветная, красивая, опять же. То есть вот в такой вот обертке красивой подается клеветок. И я уверен, что долг каждого человека, который осознает себя гражданином России, этой клевете противостоять, и мы должны всем миром ее преодолеть. Давайте я даже добавлю, вот вы сказали сейчас, как бы, что чувствовал, предчувствовал, что ему грозит. И он предлагал Александре уехать. Она добровольно сказала, я без тебя, ну где ты там я, понимаете? Это очень трудно это понять. Мне многие говорят, ну как же так, какой же он муж, если он свою семью не уберег? По нашему мирскому, да, он не уберег семью. А если мы говорим о вечности, как раз в вечности он семью уберег. И поэтому Александр добровольно, добровольно осталась с Николаем. И дети тоже, дети тоже добровольно остались с папой с мамой. Вот это в образе, кстати, их было семеро, понимаете, как раз интересно. Семья, да и семь человек. Николай, Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и царевич Алексий. Здесь как раз семь человек. И то, что сказал уже Сергий, царевич, это было ритуальное убийство. Это был не расстрел, потому что за эту ночь распаду. Естественно, я это принял, потому что я все понимал, что пионер. А потом меня, как получилось, в жизни окружают очень хорошие люди. И мне стали говорить, что Путин был хороший. Один сказал, что Путин был хороший. Другой, третий, пятый. Я думаю, ну не могут такие люди хорошие, все заблуждаться. И знаете, потом уже внутренне почувствовал. Раз Путин, Григорий Ефимович, он умел, мог остановить кровь. У царевича Алексия, царевича Алексия болела болезнью, только даже от маленькой порезы, кровь не сворачивалась. Понимаете? И раз Путин, Григорий Ефимович, он мог остановить. Он не был шалатаном. Ему Господь дал по его молитвам такое, знаете, что-то действие. Причем был ведь Иоанн Кронштадтский. Иоанн Кронштадтский, как мне сказал, Сергий, не мог остановить. Великий святой, прославленный, он не мог остановить. А вот Григорий Ефимович, он мог. Чем? Молитвой, любовью, отдавая всего себя. И такой человек, понимаете, который вот так вот мог излечать любовью и молитвой царевича Алексея, он не мог участвовать в оргиях. За это Господь сразу бы, он сказал, он бы этот дар сразу бы отнял. Это не пришло, ну, разбирайся, просто философски не мог он ничего этого делать. Поэтому он и имел доступ, близкий доступ к царевне. Знаете, потом подумали, что это близкий доступ к царевне. Говорил о каком-то, там, не знаю, любом их тоже отношении. Как вот Бонем поет, знаете, Ра-Раш Пасгутин, Ла-Вау-де, Раш Квин. Я когда сейчас недавно эту песню послушал, все это, у меня нету группы такой больше. Хотя она моя любимая была в детстве. Потому что, ну, так вот, я все не могу. Музыка красивая, но кроме музыки есть, знаете, еще внутренний смысл. А он, они, может, не виноват, они взяли, посмотрели фильм «Огоник», посмотрели, что Россия говорит в Советский Союз про Распутин. Они написали песню, особо не вдумываясь. Но вот на этих мифах, понимаете, мы и строим свое отношение к царю. Поэтому, ну, понимая, что... И, кстати, Григорий Ефимович тоже в фильме «Огония» показан, что его просто там били-били, там, за пять минут просто был мужик сибирский, его там забили. Нет, его тоже мучили. Эти были колющие раны, которые были тоже ритуально, был замучен. И мои вот окружения, все считают, что он тоже будет причислен к лику святых. Потому что он был вхож в царскую семью, я считаю. Ну, много других мифов, которые на Сергею тоже становятся. Спасибо, Господи. На самом деле, 16 актеров нанималось на скепле для того, чтобы фронтировать Игорь Ефимовича Распутина. Он известный ростовщик людей, который он нанимал, и премировали, и в злачных местах устраивали. Но это по-современному можно назвать «оранжевая революция», нужно же было скомпрометировать на сударе. Таким образом, когда начальник тайной полиции приходил и говорил, что вот в два часа дня в воскресенье Григорий Ефимович был замечен в таком-то кабаке с блудницами, то господи говорил, вы знаете, в это время он был у меня, и молился за моего сына. Поэтому нужно было скомпрометировать, скомпрометировали. И, пожалуйста, заметьте, прошло 100 лет, никто не вспоминает, я уже об этом часто говорю, кто Керенского сейчас знает? Родианка кто знает? Никто не вспомнит. Два человека все знают. Сто лет спустя, с самой плохой стороны, это государь-оператор Николай Второй и Григорий Ефимович Распутин. Батюшка Николая Гурьяна был очень просто. Когда я спрашиваю этот вопрос, мне Господь даровал возможность старца этого знать. Я его очень люблю. Он говорит, если мы почитаем царя, мы должны почитать Григорий Ефимович. Вот эта тема, она довольно-таки сокрытая. Я могу вам сказать, что в Верхадуре, например, у нас духовник Верхадурского монастыря, окормлялся Григорий Ефимович Распутин, когда он приходил. И в этом году, кстати, в прошлом году Владыка Кирилл впервые служил Манеде Григорию Ефимовичу. Для Верхадуре мне о нас и говорили. Поэтому не все так просто в нашей истории, хотя, на первый взгляд, действительно у нас есть устоявшиеся мифы, которые очень тяжело. Первый раз когда-то слышишь, но я для себя могу то же самое сказать, что, например, когда я разбирался, мне какие-то вещи просто в стопорах вставали. Я не мог поверить, потому что в советский штаб он никуда не девается. Я сейчас хотел показать двух Федоров сразу же. Федор Конихов и Федор Емельяненко. Два человека, разные по возрасту, разные по служению России, но они в одном схожи. Благодаря им дух русского человека показывает как великий и могучий. Вот то, что они сказали о государе-императоре Николае II. Будьте добры, сразу же оба видео. То есть Федор Емельяненко сначала первым, а вторым, то это конец. Отношение мое, когда я учился в школе, было, наверное, как и ко всем правителям нашего государства, было такое, с определенными ошибками, как нам преподавали в школе, и с большими там достижениями, турбинами какими-то. То есть описывались в какой-то степени негативные стороны и положительные. Но ни для кого не секрет, что во время проведения царя, брачника Николая II, был огромный экономический рост. Повлияло на мое отношение царской семьи, это посвящение Дивееву. Когда я узнал отношения блаженных святых царской семьи, когда я изучал житие преподобного Саратна Сарумского, когда Боряшка Сеархин сказал такие слова, что царя, который меня прославит, я прославлю. Здесь, мне кажется, не возникает для православного человека вопрос святости царской семьи и царя, брачника Николая. И православный человек не может негативно относиться к этой святой семье. Для меня Николай II святой, святой мученик, Николай, именно император наш. И больше словами мы сказали, к святому нету другого отношения, как к святому. Он стоит наравне со всеми святыми. И мы не должны именно брать прошлое, когда он родился, жил, служил, управлял империей, государством. Он святой. Его кончина нам заказала его святность. А его кончина, это мурашки по телу идут, он не только сам поделил, но и вся его семья. а у остров и И остальные люди, понимание, просто я не знаю, насколько вы люди. На самом тоже очень важный момент. Тут не имеет, когда говорят, что фильм Матильда оскорбляет чувства верующих, это не правда. Он оскорбляет чувства всех любящих царя. А любящих царя не только православные. Мне помогали люди, к сожалению, с одной стороны, это люди не церковные. Анастасия, например, Иванула, у нее мушки на продюсер, они не церковные люди, они не ходят в фрам так вот, ну, как... Вот эта женщина, которая после моей конференции сама вышла на меня и помогала всем, чем могла. И таких людей много. То есть люди, которые просто знают подлинную историю последнего русского царя, они не могут спокойно смотреть полонь, который снимается. Понимаете, меня приучили так, мои духовные отцы, любить человека как образ Божий, ненавидеть болезнь, которая в нем живет. То есть как врач отделяет человека от болезни. Так же я и все учителя, как образ Божий, люблю и сострадаю. Но то, что он делает, это мерзость. Это мерзость. А ответ очень прост. Я сначала не мог понять, что движет человека. Глубинно ответ кроется в личной жизни каждого человека. Когда Алексей Учитель, не стыдясь, говорит о том, что в свои 66 лет у него есть молодая любовница, 32-летняя актриса. Как-то я не знаю, как вы умерли у нее решили. Юлия Пересвейт. Как? Юлия Пересвейт. Юлия Пересвейт. И от нее, у нее двое детей, от него. Ну, я вообще, чужой нижний белье, это не мое. Вообще, то есть это грязь. Но я воспитан в нравственной очень среде, у меня очень нравственные родители. Есть понятие целомутрия, чистоты. И для меня отношение 66-летнего, простите, пожилого человека, 66-летнего, уже пожилого человека, надо вещи с именами называть, и молодой женщины, которая ему годится, но если не во внучке, то близко к этому, это патология. Это разбрат. Я понимаю, что это норма сейчас для большинства. Алла Борисовна с Галкиным. Но это не норма для меня. Никогда нормой не будет. Я так воспитан, меня не переделать. И поэтому человеку хочется свою грязь, свою жизнь. И сказать, что вот, видите, не только я такой, а вот, по слову, император такой же был. И самое, что страшное и печальное, что сейчас даже не церковное, мне говорят, посмотри, можно жить нечестиво, блудить. Вот ты говоришь, что нельзя до брака гулять. А вот живет царь, и он святой. Чего ты нам запрещаешь? Очень изглубинные вещи молчания предается Бог и святые его. Нельзя промолчать, когда мы кого-то любим. Да, к сожалению, сейчас, спустя 100 лет, мы видим ту самую картину. Большинство людей спокойно отреагировало на появление такого фильма. Для меня царь очень близкий человек. Понимаете? Для меня царь очень близкий человек. И душа, душа плачет о том. Сказка, это, знаете, вот я услышал, что вы сказали, сказка, да? Вот по этому фильму. Конечно, сказка. Вот. Сказка, это когда чисто все. Сказка. Сказка, это когда добро побеждает зло. А это порнографический фильм, который 25 лет назад, 30 лет назад. То есть элементы порнографии. Ну, налицо, налицо. Такой фильм могли бы представить себе. Даже «Любовь и голубь». Но я уж не говорю еще дальше. Когда мы смотрим фильм «Девчата», и она там целуется, и говорит, ой, я думал, там, на сами. Вот чистота у людей была. А сейчас показаны постельные сцены. И говорят, да нет, можно ходить даже подростком на этот фильм. Какое будущее у такого народа? Есть замечательные слова Суворова. И нерависты Суворова. Я их очень ценю и люблю. Целомудрие моей дочери для меня важнее, чем моя жизнь и даже честь. Если нету целомудрия у наших дочерей, сестер, то будущего у России нет. Просто ее нет. Институт семьи уничтожен. И сейчас уничтожается институт семьи. Так как я приучен к тому, чтобы во всех женщинах, которые меня окружают, кроме своей жены, видеть сестер, то у меня болит душа, когда я вижу, что мои сестры, родные сестры, вы для меня родные сестры. И когда я вижу разврат царящий среди моих сестер, у меня душа разрывается на части. И когда я знаю, что я ничего не могу сделать, многие годы. Я об этом говорю, поверьте, не сегодня, это у меня много лет. Сколько я себя помню, на самом деле. Еще в дневнике мне 95-го года я писал о том, что куда катится мир. Ну, часть в УЗИ. Так вот, нужно понять одну вещь, предельно простую. Если сейчас мы не переосмыслим, у нас будущего не будет. Мы заходим в тупик. Наши сыновья будут выходить замуж, а дочери будут жениться, как в цивилизованном Западе. Мы сейчас опускаемся на станцию Дно. У нас есть два варианта. Либо мы теряем Россию, я это остро ощущаю, и старцы, у которых я окремляюсь на фоне, говорят то же самое. Сейчас у нас либо мы теряем Россию, либо мы все объединяемся. Я глубоко убежден. Я в этом не сомневаюсь ни на минуту. Сия грозная буря приведет к славе России. Это слова на иконе Федора Ушукова. Потом интересно, что когда мы с Натальей Поклонской знакомы вместе, и более того, три года назад именно так получилось, что я сопровождал ее и рассказал про царя. И мы ее ответили на патриаршее подворье, сопроводил, и в этой работе, где она прониклась в государь. Мне, во-первых, от имени всего мужского населения попросить прощения. Я просил прощения лично. Прошу сейчас на камеру. Целый год всего одна женщина, известная, то есть вообще среди известных людей, стояла за имя государя. Ни один известный человек ее не поддержал. Ну, то есть рядом не встал. Разовые были какие-то реплики. Я в Бутусова слышал, еще ряд людей говорил. Но так, чтобы встать рядом и сказать, Наталья, мы с вами, мы слышали, какое количество грязи на нее влили. Только за одну любовь к государю. Время любит царя, любит человека. Что здесь такого? Что же это грязь-то поливать? И все спокойно наблюдали, как хрупкую женщину, все полоскали либеральные СМИ, журналисты, режиссеры, актеры, все поливали. Жириновский сейчас, Алексей Учитель. А при этом православные мужчины, мужчины, именующиеся таковыми, смотрели на это спокойно. Я на это спокойно не смотрел, видит Бог. Я старался, ну я неизвестный человек настолько, чтобы встать вот так. Я говорю, Наталья, я с вами. Я вас обязательно поддерживаю и буду поддерживать. Потому что мне, ну скажу честно, мне все равно стыдно от лица мужчины, я смотрю в глаза. Мне просто стыдно перед ней, я честно вам скажу. Я в доме находился, когда мы сообщали, если не было, перед ней стыдно. Хотя, ну вроде бы я не промолчал. Сергей, я вот когда был с помощью, по молитвам Сергия, на крестном ходе, в Екатеринбурге, это ночь с 16 на 17 сентября, с Локсинина Бандерик, я молился вместе с Натальей Поклонской, перед этим ходом. Знаете, маленькая девочка, лет 15, она выглядит, как 15-летняя девушка, девочка даже, и светится. Вот просто была в таком каком-то розовом пуховике, почему-то не знаю, почему. Она была в куртке такой. И вот я, мне говорят, это же Поклонская, Поклонская там, с охраной. Я смотрю, ну не знаю, с кем сравнить. Вот 15-летняя девушка, и такое от нее прямо светло, сияние. Я тебе не подошел ничего, ну просто вот такое, ну доверие, знаете, одно из этого публика, мы с тобой вместе были, да? В смысле, с супругой были, с Сергеем Сергеевичем Томата, по делам делал, и с семьей. Так что, реально, этот человек требует достойного уважения. Спустя сейчас год, я думаю, что действительно, я надеюсь, что мужское население России поддержит, открытый поддержит, я, придя сюда, думаю, что сказать. У меня есть, ко мне обратились два брата, и опять же, они церковные люди. Не православные, исповедуют другую веру, при этом даже не ислам, не буддизм. Вот свое течение у них религиозное, своеобразное, но при этом у них огромная любовь к государю. И на протяжении года они организовали различные проекты, сбор подписей. Они будут на кинопоказе, вот, брат Олег и брат Павел. Вот, ну, Бог даст православие, твердо верую. И они сказали следующее очень глубокое. Они посоветовали, я ее озвучиваю, будущий год посвятить царской семье. Вот, чтобы на уровне главы государства. Это, на самом деле, это действительно так оно и должно быть. Вот, в поддержку их слов, я не глава государства, поэтому я тоже, но могу. Понимаете, каждый делает что-то, подберет свои силы. Мною будет организовано сейчас, на сегодняшний день. Мною создан портал. Портал называется «За святого царя и великую русскую землю», где все желающие говорят о том, почему они почитают или любят последнего государя императора. Там есть отдельно справа, уже он вышел две недели назад. Вот так он называется «Оболганный государь РФ». Если в интернете набрать, «Оболганный государь РФ». Там порядка 80 человек есть первых. Я для себя поставил такую задачу. Вот, Наталья Поклонская собрала 100 тысяч подписей. И говорят, якобы, у нас все якобы, все, что православные, мы все якобы, а все, что у них, это правда. Вот, якобы, собрала 100 тысяч подписей. Вот, я решил для себя записать 100 тысяч видеообращений. При этом сейчас в Болгарии вот позавчера один брат записался. То есть в Сербии сейчас записываются ребята, мне позвонили. Со всего мира, то есть не только с Россией, а с Белоруссией, с Украиной. Вот 100 тысяч видеообращений, где люди ответят всего на один вопрос. Почему они любят государя императора? Чтобы те, кто, говорят, якобы, закрыли рты. Пускай приедут на царские дни в Екатеринбург. Если мы с вами умрем, то на наши похороны придут, ну, какое-то количество людей. Через год, ну, чуть поменьше. А через 10 лет папа с мамой, если живые будут, и близкие родственники. Государь императору приходит спустя 100 лет до 80 тысяч человек. Это те, кто могут прийти. А еще сколько не может. Сколько приходит на похороны Ленина сейчас в Мавзолею? Большое количество? Нет, там коммунистов дней уже много, там же они стоят, там такие радостные. Понимаете? Вот и все. Предельно здесь просто. Поэтому вот это одно из моих. Второе, что мне пришел, помню, сел такой. Вот после кинорежиссера я иногда сижу по ночам так молюсь. И вот все такие мысли, как фильмы создавать, они приходят в время молитвы. Сейчас я принял решение сделать мультфильм о жизни государя для подростков. То есть я сделал фильм для взрослых людей, 18 и старше, да? Сейчас я принял решение сделать мультфильм, в котором будет показана жизнь государя от рождения и до его святой кончины, включая всю семью. Чтобы подросткам показать святость государя. Но раз профессионалы этого не делают, то приходится нам, дилетантам. Ибо сила Божия в немощи человеческой совершается. Я глубоко убежден, вот единственное, что я могу сказать, что мы разберемся, чем был последний русский царь. Я не могу это объяснить на человеческом уровне. Но я глубоко, я верю в свой народ, потому что общаясь с журналистами, именно которые, ну, изначально приходят взять мне интервью негативное, со знаком минус. То есть я это прекрасно понимаю. Тот же «Дочь» телеканал, или там у нас на Урале есть «Урару» знаком, СМИ такие. То есть я разговариваю с журналистами не как с враждебно настроенными мне людьми. Я разговариваю с ними как с русскими людьми, которые, к сожалению, там, молодежь, которая ради денег пошла работать, наработать, и, к сожалению, требуется писать грязь. И через месяц моего общения с ними эти ребята поменялись в своем отношении к государю это раз, а во-вторых, они стали писать совершенно другие статьи о государе. Поэтому не нужно думать плохо о своем народе. У нас хороший народ, но заблудившийся. А поверь, наша будет нам. Поэтому так. Можно я сейчас, сейчас я еще покажу Ильзу Лиепу? После этого дам слово еще вам. Ильзу Лиепу, заметьте, опять же, опять женщина. А как она сказала в фильме? Один из самых сильных выступлений. Пусть покажите. Все, что касается моего истинного отношения, началось намного позже, началось неведомыми мне путями. Я пришла в православие сама, поздно. Но слава тебе, Господи, что я пришла к этому. Я получила в крещении имя Елисавета. И хотя я была крещена, видимо, в честь праведной Елисаветы, которую я очень почитаю, но как-то мое сердце настолько открылось Елизавете Федоровне. В то время она, видимо, еще не была прославлена. Но спустя годы, когда я стала осознавать, кто я, и как-то идентифицировать себя с православием, настолько этот образ стал мне близким, родным, и до сих пор это какая-то невероятная связь у меня с преподобным ученицей Великой Елисаветой. И, наверное, вот эта новая история, или вернее, не новая история, а новый взгляд на историю, наверное, начался, начал открываться у меня вот через образ Елизаветы Федоровны. И, конечно, уже совершенно по-другому высветился лик царственных страстотепцев, всей семьи последнего русского императора, его супруги Александры Федоровны, удивительных совершенно, цесаревин Ольги Татьяны, Марии Анастасии, цесаревича Алексея. Я стала очень много читать, потому что меня очень стало волновать это время, меня стала волновать трагедия нашей страны, я стала сама себе задавать вопросы, что же произошло, почему мы пришли к такому ужасному повороту в русской истории, почему, что за личностью был последний русский император. И с того момента, и до сих пор, это путь невероятных человеческих открытий для меня. Личность государя-императора Николая Александровича совершенно уникальна, как политического деятеля, как инициатора многих удивительных вещей, которые были подхвачены совершенно беззастенчиво потом революцией и всеми людьми, которые с этим связаны. И это и электрификация страны, это и удивительные успехи во множестве областях. Я даже сейчас не хочу про это говорить, про это, наверное, скажут многие ученые, которые в вашем фильме, ученые-историки, которые в вашем фильме будут выступать. Но меня, как россиянки, как человека православного, совершенно потрясает удивительная вещь, что сто лет назад этот русский государь был так оболган, так беззастенчиво предан своим окружениям. Ведь мы прекрасно понимаем, что это даже театральная позиция, что короля играет свита. Что же говорить про жизнь? Ведь один человек – ничто, ведь это целый механизм. Значит, те слова последнего русского императора, что вокруг трусость, обман, предательство – это настолько слова, которые вопиют к нам из того времени, из того столетия назад. Что же мы поняли? Какие уроки истории мы вынесли из того ужасного времени, которое каким-то жутким, невероятным стечением обстоятельств, расположенностью многих и многих людей разных классов, козлу привели к тому, что Россия перестала существовать? Невероятная трагедия. Как мы сейчас, через сто лет, оцениваем это? Неужели мы не понимаем того, что те ужасы, которые наступили после трагедии в доме Ипатьева и после вообще этого трагического предательства, того, когда многие разные классы отвернулись от своего государя и предали его, предали то мистическое, тот мистический союз, который был заключен первым царем из династии Романовых и русским народом? Это был мистический союз, такая то, что называется симфония властей, когда государь, церковь и народ должны быть вместе, быть соработниками на едином пути каждой человеческой жизни и жизни поколения. Это все неразрывно связано. Вот это такое глубинное предательство, предательство человека, предательство императора, предательство вот этого мистического союза государя и народа, оно произошло, и то, что потом наша страна переживала эти ужасные годы революции, годы репрессий, годы Великой Отечественной войны, это же все, неужели мы не понимаем, что это все были очистительные жертвы, и которые, в принципе, продолжаются и будут продолжаться до тех пор, пока мы все не осознаем то, что произошло, то, что произошло тогда сто лет. Вот так говорят люди, которые разобрались в истории. Я сейчас, если есть вопросы, то есть вот написано здесь, мне надо сказать, что необходимо пользоваться микрофоном, который вам предложат сотрудники пресс-центра, и не забыть представляться. А в конце, в конце, я оставил напоследок Юрия Воробьевского. На самом деле, это очень сильное место в фильме, где он разбирает ритуальное убийство, которое императора Николая II, а после этого проводит аналогию с современным фильмом Матильда, с Ельцином. Не буду вам говорить всего, вы посмотрите сами. Это на самом деле один очень главный момент в фильме, и мы оставим его на конец. Спасибо. Алик Романовский, обозреватель журнала «Иссет и Коград». Два вопроса. Как вы охарактеризовали жанр этого фильма? Раз. И второе, его прокатная судьба. Вот сколько копий, где он будет показываться, и как вы вообще собираетесь его вести? Кстати, и еще один вопрос, извините. Николай Петрович отсутствует, но вы, наверное, беседовали с ним, его отношения. Он видел этот фильм? Если видел, то тоже его отношения, и какое он участие в судьбе этого фильма принимает. А императоре, и страстатерпце, и его семье. Спасибо. Моем, да, Фили? Да, конечно. Он принимает самое непосредственное участие в фильме. Просто всех роликов я не могу показать. Он там сказал очень достойно. На самом деле, в фильме сказал Ангелий Левханов, депутат Госдумы от Чечни, очень достойно. Виталий Вилонов не менее достойно сказал. То есть, фильм большой, фильм в общей протяженностью 1 час 47 минут, по-моему. Там две части. Из двух частей получилось, и так в общей сложности вышло. Но не получилось меньше. Я бы, может быть, рад быть сделать. Так получилось, что так получилось. Он очень достойно сказал своей любви. В принципе, у всех приблизительно одинаково. Не русский, но он более русский, чем многие, которые биологические. Русский это никто какой. Совершенно верно. То, что кто исповедует что-то. Так вот, кстати, уточните, я в ролике это хорошо, но я говорил о прокатной судьбе фильма и насколько он тоже Мурляев и все остальные, те, кто будут поддерживать его прокат. Потому что это самое важное. Кому он будет доступен и будет ли, так сказать, разговор и обсуждение этого фильма. Это самое серьезное и важное. Да, значит, смотрите, у меня, в отличие от Алексеева Учителя, нету задачи заработать на этом фильме. Да, понятно. Вот по этой причине, по этой причине, да, у меня фильм, жанр у меня документальный. Фильм на сегодняшний день, то есть есть один из моих видеообращений, где я, как правообладатель фильма, разрешаю бесплатный показ нового фильма не только в России, по всему миру. Сейчас фильм переводится на немецкий, английский, французский языки в данный момент. Вот должны к концу декабря закончить немецкую версию. Вот. То есть у меня задача не только на территории России имя целя прославить, но вообще, ну как Алексей Учитель, сейчас в Америке показывает, в Англии, мы идем его путем. На самом деле мы идем его путем. Он свою грязь, а мы свою чистоту. И проверим. Сердце-то, душа христианка у каждого человека, она определит, где правда, у него или у меня в этом вопросе. Так вот, я для себя поставил, то есть фильмы на сегодняшний день уже показали, например, по первому севастопольскому телеканалу в городе Севастополь через депутата Госдумы Дмитрия Белика пять дней подряд его показывали. Ежедневно пять дней. В Омске показали два дня. В Сочи сейчас показывают. То есть, в принципе, региональные телеканалы берут. Федеральные, конечно же, нет. Им это просто, ну, даже разговоры не ведется. То есть такой фильм не интересен и не нужен. В регионах показывают. Я для себя сделал акцент на интернет. В Ютубе фильм посмотрел об общей сложности порядка за месяц порядка 180 тысяч. Есть там один православный интернет-ресурс, вот, не буду называть его названием, потому что он своеобразный, но при этом на нем посмотрел, и вчера я смотрел, 62 тысячи человек. В социальных сетях посмотрел, там, или 400, или 500 тысяч, сумма очень большая. То есть я взял человека, который просто списывается с администраторами больших групп по 150, по 200 тысяч человек. Исторические, патриотические, нравственные и православные. И туда отправляют ролик с просьбой в фильм, с просьбой его показать. Результат этого, что полмиллиона уже там посмотрело. К сожалению, мы пользуемся тем, что, ну, показывать фильм в кинотеатрах смысла не имеет, он документальный. Это первое. Второе, фильм не возьмут без прокатного удостоверения. Надо это тоже понимать. У меня его нет. И, в принципе, и не надо мне этого. То есть я пользуюсь тем, что мне Господь дает. Просто нужно понимать, какие силы стоят за Алексеем Учителем, мирские я имею в виду, и мы это все прокатно понимаем. И какие силы стоят за мной. За мной стоят только небесные силы. Но не в силе Бога в правде. Не посередине веру православную и погоню супостата. Поэтому в данном случае я твердо веру, что фильм «Ополганный государь» посмотрит вся Россия. Поверить, наши люди на мне в этом глубоко обреждены. Спасибо. Почему мы не получим прокатное удостоверение? Вам на мегафон на этот вопрос? Если хотел вопрос, нет, это просто продолжение. Вы знаете, а для чего он им нет? Его и так пословит вся Россия. Где? Вы только понимаете, региональные телеканалы его показывают и без прокатного удостоверения. Федеральные телеканалы его не покажут и с прокатным. Мы сейчас с вами находимся в Москве. Обзвонили все продюсеры, все основных федеральных телеканалов. Где-корреспонденты первого телеканала в России и других. Где они здесь? Есть телеканал в семье. Слава Богу, что не власть в семье есть. Я очень рад. Я очень рад. То есть эти люди, мы же прекрасно понимаем, что их лоббируют. Я сейчас говорю, только канал спас. Но на нашей стороне правда, понимаете? Когда знаешь, что с тобой Бог. Я живу словами, я один в поле боя, если он по-русски скроет. А по-русски значит со Христом. Я никогда себе, я честно вам скажу, что все смотрят на мою фамилию, да? Вот, Элла Алиев. Да, у меня отец боевой русский офицер. У меня мама русская по фамилии, Овечка Наталья Федоровна. Если я буду пустаном завтра, а не Алиевым, а Овечкиным, мужское ему имя Руслан, скажу, например, Овечкиным, в основном даже Камильич пускай оставит. Это что-то изменит во мне. Я всегда был русским человеком. И по духу, и по состоянию, к своему стыду я даже и законодательное изображенство. Но по фамилии и по отцу я всегда буду изображенцем и не откажусь от этого. Но при этом я русский человек. Вот и все. Потому что русский – это никто какой. Если мы готовы умереть за свою страну, за свой народ, многонациональный русский народ, тогда плакаем. Ведь я сейчас был в Чечне, и я понял, что в Чечне ведь это была тоже братоубийственная война. В 1917 году у нас была дикая дивизия, которая за царя и бабушку воевала. Нагистранцы, чеченцы, и гуши. Нас травливают, и мы воюем. Вот и все. Сейчас самое страшное. Русский против украинцев. Один народ. Одна вера. И такая ненависть. Мы все смотрим. Ну, я к вам, к женщинам, вообще не имею в субботу, честно сказать, претензий. Это не ваша задача воевать за Отечество. Но, к сожалению, я себя ощущаю в последнее время как в фильме у нас Азори здесь тихий. Мне помогают большая часть. Это же сами предлагают помочь. Не так, что я обращаюсь, помогите мне. Сами выходят на меня и говорят, Сергей, сейчас Донбасса, например, молодая девушка два месяца назад мне написала. Сергей, мы узнали о том, что вы хотите создать фильм. Мы собрали нашим небольшим городом и приходом вам деньги. Они вам понадобятся. Я не просил на фильм деньги. Сумма дала, честно, большая была и для меня подъемная, но тяжелая. Я не просил, не обращалась в минуту, перезайму, закрою, потом отдам. Люди сами отреагировали на помощь. Я ей пишу, возлюбленная моя сестра, оставьте эти средства, какие-то другие более важные дела, потому что понимаю, что на Донбассе тяжелая ситуация. Она мне пишет «С меня Бог взыщет, я вас колено преклоненно прошу, отправьте, куда отправить деньги?» Они отправили 9 тысяч рублей. Представляете, сколько там людей, вот это копеечка, это же копеечка, небольшая. Люди последние крохи отдали на фильм о Святом Царе. А в это время мои возлюбленные православные братья звонили мне, у некоторых из них есть хороший доход, у кого-то просто есть доход, у кого-то стабильная работа, они мне звонили не с тем, чтобы этот Сергий «Давай я тебе от зарплаты выделю там на фильм, поможете мне». Тем более, что они знают мою ситуацию, поскольку мне непросто дается все финансовые закрывать нюансы. Но они не с этим звонили, они звонили дать мне совет, как я должен сделать фильм. Я им на это отвечал, братья, я не режиссер, нет, вы тоже не режиссеры, я вам советую сделать второй фильм. «Будет мой фильм и будет второй ваш фильм, вы найдете средства, возможности». «Нет, Сергей, у нас на это времени нет». Он говорит, «У вас есть время только дать мне советы». Вот поэтому до 91-го года у нас называлась «Страна Совета». Все умеют хорошо давать советы. Поэтому к своему стыду я могу признать, что действительно мы мужчины измельчали. Но я верю, что мужчины России восстанут. Так что вот так. «Александр, в чем операционный агент приехал? У меня вопрос от Николая Упруляева. Скажите, пожалуйста, Кольскому было участие в фильме. Он только интервью дал короткую леплику или каким-то образом участвовал в создании картины, в концепции, на стыке своих предложений как-то же слово? Знаете, открою вам одну тайну. Там в конце фильма есть перечисления. Вот Александр, который сейчас снимает, он не даст который снимал данный фильм. Все, что в фильме сделано, сделано одним человеком. Компьютерная графика, вот я придумал, но мне приходилось все самому. То есть у меня я сзади пишу в конце фильма компьютерный верст, нужно же написать кого-то хотя бы. Но операторы, слава богу, добыли, но как ставить камеры, под каким углом, правильно, да, Саша, так было? Все приходилось, я не имею этого образования, какую камеру, под каким углом, на каком фоне, но приходилось делать все самому. По повере, молишься, и Господь открывает. Делал фильм один человек. Советчиков было много, но у меня благословение, даже некоторые говорят, Сергей, ты никого не слушаешь. Я говорю, я слушаю, но не вас. У меня есть духовные отцы, и они мне говорят, что делать и как делать. Когда фильм вышел, я его отправил на Афон, его посмотрели, сказали, что изменить, я изменил и выпустил. И тут нашлись опять братья, которые сказали, вот это нужно было так, вот это так. И я всегда говорю, братья, я согласен, пожалуйста, сделайте. Но покажите. нет. Только можно даром ответ. Телеканал «Семья» Фетхуова и Илья. Спасибо вам всем, что так рассказывали о семье, что переживаете, что действительно мы непонятные скоро будут мужчины выходить замуж, а женщины не жениться. Это действительно становится очень страшно. Приглашаю всех в эфиры канала поговорить о семье. Мы с вами тоже надо будет включить договор все-таки на показ фильма. У меня все-таки вопрос по Николаю. Вы снимали фильм, разговаривали с учеными, а почему он все-таки отрекся? Он же мог уметь и... Не было тречения. Бурляев об этом говорит, историки об этом говорят в фильме. Посмотрите, значит, мы все мифы разбираем. Наталье Поклонской тоже это разобрали очень хорошо. Дело в том, что... Пока везде никто не сказал ни разу, что Николай... У нас ведь Михаил был двоеженатый, правильно? Князь. Да, Великий? Даже с точки зрения юридической нельзя было трекаться в пользу двоеженатого брата. Понимаете? Нужно просто понимать историю самый обволканный человек двадцатого столетия и самая обволканная история до начала двадцатого века. Изучайте. Вот я просто говорю, изучайте. Нет более... Чем больше при том погружаешься, тем более поражаешься. Насколько же все обволкали на советское время, чтобы только оправдать свое чудовищное убийство. Представляете, вот убили человека, ну, вроде бы убили человека со всей семьей, но уже вроде как убили, надо успокоиться. Но ненависть к царю сто лет прошло, какая у людей. Выйдем на улицу, скажем там Николай II и начинается. Как будто жили в его эпоху. Вот разберитесь, я всем предлагаю только одно, вообще всегда, разобраться. Мой фильм это всего лишь шаг к этому, потому что есть не менее замечательный фильм «Сорванный триумф». Фильмов много создается, есть книги, которые пишут, Владимир Лавров пишет, Мульта Тули пишет, книги есть. Надо просто спросить свое сердце и свою совесть, где правда. Обратите внимание на людей, которые хулят царя. Как правило, это люди, живущие очень безнадостной жизнью. Это очень заметно на самом деле. Им нужно себя оправдать. Спасибо. Последний вопрос, потому что спасибо. Снова Олег Романовский. Вы не пробовали обратиться на канал «Спас»? Это первый вопрос. Второй. Ряд кинофестивалей имеет подраздел документальное кино. Это один из путей. Я просто... И вот я хотел обратиться к Юрию Викторовичу. Скажите, пожалуйста, вы значитесь как кинопродюсер. Скажите, вот ваше мнение о дальнейшей судьбе фильма и как вы собираетесь в ней участвовать. Спасибо. Ко мне да, да, да. В России сейчас... Я в мультфильм, как во-первых, продюсер, у меня рассказ о переферонии. Но сегодня что такое Россия в киноиндустрии? 4 прокатчика держат 95%. Давайте поймем, что это за прокатчики. Disney, America, World of Brothers, или Кроват одно этажа, Америка, Центр Partnership, это Америка, и Universal Pictures, это Америка. Теперь можно аплодировать. То есть 97% рынка занято Америкой. Вся идеология у нас сегодня под Америкой. В таких условиях какую-то идеологию правильную навязать, мягко говоря, тяжеловато. Поэтому фильм Матьеда идет на ура, нормально, все проходит по всем стандартам. А вот какие-то случайно выходят фильмы, но тоже они должны быть такие, знаете, политкорректные по отношению к западной идеологии. Понимаете? Ну, там, Легенда 17. Отличный фильм. Но он политкорректен, он не издевает наши глубинные стоки, понимаете? Это серьезная вещь. То есть я вот сделал фильм о святых Петроферонии, и он идет со скрипом, я в нем уверен, но он идет, мягко говоря, со скрипом. поэтому здесь тоже будет на помощь Всевышнего и понимать, что дело не в деньгах. Мы же говорим, как вы говорите, а купится он или нет? Я об этом не говорю. Многие говорят, вот Фонкин он так говорит, ты вложил 100 рублей, ты должен получить обратно 100 рублей, а мы, по крайней мере, с Сергеем говорим, что мы вложили 100 рублей, получили 30. Фильм окупился? Да, купился? Почему? Потому что святые с нами, понимаете, они нас увидели. Сколько это стоит? Сколько это стоит, что святые нас увидели и нас не то, что полюбили, мы просто заметили, тут такие букашки ходят, надо же, они нас какие-то защищают. Понимаете? В плане этого, я думаю, у Сергея хорошее будущее. С этим тренируйся. Спасибо, господи. И класс, последнего сейчас видео с Юрием Воробьевским. На самом деле он очень сильный. Очень сильный. И все люди, кто его видели, это в конце фильма «Обалованный государь» говорит именно он. Посмотрите, и я думаю, что на этом мы закончим и есть о чем будет заниматься. Спасибо. 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 царская семья являлась, например, старцу Николая Гурьяна на острове запись. После этого он говорил, что мучили святых стартотерцев в течение шести часов. В течение шести часов. Существует версия о том, что головы в результате были отсечены и заспиртованы. И вот те очевидцы, которые по сведениям некоторым видели, эти головы свидетельствуют. глава царя была совершенно седой, посидел в него моментально. Лицо царицы было, со следами покоев, нос был сломан. Ну, конечно, я думаю, что эти ритуальные вещи, которые происходили и которые были описаны Владимиром Ивановичем Дарьем, они, может быть, в какой-то концентрированной степени присутствовали здесь. Потому что сейчас исследование Мультату или других известных историков говорит о том, что по сути дела следы расстрела наверное были все-таки заметанием следов, чем-то декоративным. Ну, постреляли по стенам. Вообще-то в тесном запнутом помещении, когда стреляют из винтовок с другого сильного оружия с сильным боем, когда 11 расстреливаемых и 11 человек стреляют. Срикошеты просто уничтожили всех тех, кто стрелял. А пули было в общем огромное количество. Похоже, действительно, это была инсценировка. В ночь на 18 июля по иудейскому календарю праздник 9-го день 9-го ава это день разрушения Соломоновых храм. праздник очень специфический. Да, странный выбор вот этого Ипатевского дома, который в народе назывался домом Шаравиева как угодно, потому что местные жители помнили прежних долговременных владельцев этого дома. Незадолго до этого действия страшного в Ипатевском доме дом был куплен над инженером Ипатевым и опять-таки в этом усматриваются такие моменты вот симпатической магии. Ипатевский монастырь, где династия Романовых пришла к власти и Ипатевский дом, где решили эту династию пресечь. Есть еще подобные же примеры. Таким специфическим каббалистическим числом является 11 жертв. Не будем уже даваться в эти подробности. Ну вот смотрите, впервые наверное о ритуальности этого убийства заявил следователь Соколов, который в том числе обратил внимание на вот эту каббалистическую запись на стене дома, которая одним из специалистов эмигрантов была расшифрована впоследствии как такой текст здесь по приказу тайных сил царь был принесен в жертву для разрушения государства, о сём извещаются все народы. Для разрушения государства. Вот смотрите, теперь тот момент, который связан, всегда связан с такими вот ритуальными особо значимыми ритуальными убийствами, потому что помазанник Божий его убийства это уже из ряда выходящий факт. Поэтому вот ту клевету, которую сейчас повторяет фильм Матильда, мы должны рассматривать, как мне кажется, в таком контексте. Смотрите, царь принесёт жертву для разрушения государства. Да, государство было разрушено, но не до конца. В виде квази-империи СССР сохранилась значительная его часть. Тогда же, в 1977 году, популярнейшее в то время писатель Пигуль начинает писать свой роман, всё о том же, роман, который называется «Нечистая сила». название это какое. И вот народ всё это считает захлёп, с удовольствием, внимает, верит, верит, якобы исторические романы документальные. По историческим меркам проходит буквально доля секунды, меньше 20 лет, и вот уже за беловежским столом сидят три портаппаратчика. Один из них очень сильно нагружен, конечно, не только водкой, понятно, что он там в туалете заснул в ходе этих переговоров, он был нагружен вот этими, говоря, языком магии, симпатическими связями. Человек, который разрушил Батерский дом, разрушил уже Советский Союз, эту Кувази-империю. Но ведь остаётся ещё огромная часть бывшей Российской империи, остаётся так называемая Российская Федерация, процесс продолжается, и сейчас выход вот этого приведнического фильма надо рассматривать в этом контексте, тем более, что как раз к этой вот дате столетия так называемой Великой Октябрьской революции, один из известных московских театров, готовят постановку той же самой нечистой силы. Как всё складывается? Вы чувствуете, что речь идёт о существовании российской государственности? Как мне кажется, нас учить чему-то должен не учитель, а священная сакральная история нашей страны, трагическая история развала империи, развала Советского Союза и, конечно же, готовящегося нашими врагами развала нашей современной государственности? Ну, такое глубокое. Не всё так просто. Я как человек военный и общающийся с офицерами спецслужб, с аналитиками, они говорят то же самое. Враги сейчас сделают всё возможное для того, чтобы Россия как страной стала. И от нас зависит, будет Россия или не будет. Помогай всем Господь. Спасибо.